Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, на канале у которой вчера вышло видео под названием «Расставание с Селимом». Нет, в этом видео не было душесчипательных, душераздирающих сцен прощания в стиле расставания Анны Карениной с сыном из одноименного романа Льва Николаевича Толстого. Нет, Лена не бросалась к Селиму на грудь. Селим не утирал слезы. Видео в первую очередь было посвящено любви. Любви Лены и Селима к жрачке. Да, вот то, что объединяет Лену и Селима в первую очередь, так это страсть к еде. Люди спрашивают, ну что может объединять женщину на шестом десятке и мужчину, которому только что исполнилось 30 лет? Что может объединять этих двух индивидуумов? Что у них может быть общего? А общее у них как раз-таки вот любовь к еде, потому что все последнее видео Лена с Селимом кочевали из одного ресторана в другой, на завтрак в ресторан, на обед в ресторан, на полдник в ресторан, на ужин в ресторан, а между походами по ресторанам Лена с Селимом ходят отовариваться в супермаркет. Причем у них там возникают какие-то споры по поводу того, что Селим взял недостаточно шоколадных батончиков. Он взял только четыре, а Лене хотелось шесть. Why only four? Спрашивает Лена. I want six. Потом Лена схватилась за буханку хлеба и за банку варенья. Варенье вишневое. Вот, говорит Лена, взять бы сейчас эту вишню, взять хлеба и объесться. Жизнь удалась. И это все между походами по ресторанам. Ну а как же, в апарт-отеле обязательно должен быть перекус, в случае чего вечерами долгими, когда молодые лежат на тахте и смотрят телевизор, обязательно под рукой должны быть шоколадные батончики, должно быть варенье, должен быть хлеб, должно быть что-то сдобное. В общем, молодцы, Лена с Селимом. Живут на полную катушку. Причем Лена умиляется, удивляется тому, какой дешевый в Турции свежевыжатый апельсиновый сок. И главное, такой сладкий, стоит копейки. А в Грузии Лена платила, внимание, 13, черточка, 14 долларов за свежевыжатый сок для себя и Селима. Но естественно, когда Селим видит, что Лена отдает 14 баксов за стакан свежевыжатого сока, он понимает, что Лена миллионер. Ну неужели вы думаете, что Селим когда-нибудь бросит Лену? Да никогда в жизни. Кто еще ему будет обеспечивать вот такой вот отдых на курорте? Каждый раз, когда приезжает тетя Лена, у Селима праздник, у Селима расслабон. Не нужно водить это злосчастное такси. Можно просто кочевать из ресторана в ресторан, из кофейни в кофейню и ходить по супермаркетам. Это Селим любит, это Селим уважает. Кроме того, Лена ведь водит Селима и в бассейн. Лена показала кадры, в которых Селим плещется, как мальчишушечка, на дне бассейна, ручками гребет, ножонками гребет. И подписчицы Лены с таким умилением смотрели на эти кадры. В комментариях я прочитал, говорит, Лена, мы не могли оторваться от этой сцены, в которой Селим плещется в бассейне. Это так умиляет, это так мило. И, естественно, с таким подходом, так как Лена балует Селимона, он никогда от Лены не отвяжется, никуда он ее не бросит. Ну, подумаешь, отмучился недельку, ну, на крайний случай, две недельки, потому что лицо у Селима действительно хмурое, такое ощущение, что его ведут на каторгу. Но надо, надо находиться рядом с Леной, надо с нею везде ходить, бродить, надо знакомиться с ее семьей, потому что Лена собирает доказательства реальности отношений. Лена неоднократно и в своих видео, и в своих прямых эфирах доселе говорила, что у нее, если нужно, для иммиграционных властей целый архив фотографий. Причем Лена ведь так сильно изменилась физически с того момента, когда она с Селимом познакомилась. То есть те первые фотографии, на них вообще Лену уже не узнать, поэтому фотографии все время нужно обновлять. В общем, Селим понимает, что нужно один раз отмучиться, нужно во всем этом цирке поучаствовать. Ну, и вроде как кормят хорошо, полный пансион, почему бы и не угоститься, да, как говорится. Я надеюсь, это угощение. Почему бы не угоститься? Селим пользуется всеми теми благами, которые предоставляет ему Лена. И тут всплывает вопрос, который часто задают и в комментариях, и у меня под видео пишут. Откуда деньги? За чей счет банкет? Ведь Лена все время плачется, Лена все время жалуется на то, что денег у нее нет. Хотя Лена, внимание, купила четыре платья натуральных, как она говорит в Турции, за сто баксов. За то, говорит, во Флориде буду носить. Но это лирическое отступление. Откуда деньги? За чей счет банкет интересуются люди? Вы знаете, у меня на этот счет примерно вот такое предположение. Дело в том, что Лена ведь вроде как работала на полную ставку. Какое-то время она отработала, несколько месяцев. Затем YouTube 1300-1400 долларов в месяц, да, плюс браслетики. Но самое главное, не забываем о том, что Лена живет бесплатно. Самая основная статья расхода всегда в случае, если вы снимаете особенно квартиру, ну, даже если вы выплачиваете ипотеку, это жилье. То есть, когда вам в месяц нужно отвалить полторы тысячи, две тысячи, а иногда и три тысячи долларов, то это очень весомый расход в месяц, да, в зависимости от того, сколько вы зарабатываете. Лена платила в Тайтасвилле за свою квартирешку более двух тысяч долларов в месяц. А сейчас под Майами Лена платит ноль долларов. Понимаете, Лена договорилась с Родни. Селим у Лены на полном пансионе, а Лена у Родни на полном пансионе. Лена пока еще не заплатила ни цента за квартиру, в которой она проживает уже несколько месяцев. Как вам такая ловкость рук и никакого мошенничества? Причем я напомню, что Родни платит также помесячные взносы за квартиру, поскольку он официально является собственником. И он также оплачивает налог на собственность. Понимаете, под ежемесячными взносами я имею в виду те самые взносы, которые собственники платят за содержание этого жилья, за уход территории и так далее. Каждый месяц вы платите определенный взнос. И на квартиру, в которой живет Лена, этот взнос довольно высокий. Но его оплачивает, его вносит Родни. Да, Лена вроде бы, якобы, сама оплачивает коммуналку. Но, опять-таки, мы достоверно этого утверждать не можем. Потому что изначально, когда Хэппи с Родионом заключали свой договор, Родион настаивал на том, что он будет платить и коммуналку, пока он официально является собственником. Поэтому возможно, что действительно Лена проживает в этой квартирке в своей Подмайами за ноль долларов. Соответственно, все, что она зарабатывает, тратит на себя любимого и на своего парня, так сказать. Понимаете? Вот откуда деньги. Если у вас нет статьи расхода, связанной с жильем, то, в принципе, жить можно. Потому что жилье – это самая большая статья расхода. Плюс донаты. Лену осыпали золотым дождем донатов после того, как брат настроил ей вот эту вот систему. Когда мы легким движением руки рублики превращаем в доллары. А в России действительно очень много сердобольных женщин, которые хотят помочь. И Лена, в принципе, именно этим женщинам дает надежду. Потому что она показывает рай на земле и рассказывает этим женщинам о том, что можно, можно в ее возрасте 58 лет встретить молодого парня на югах где-то, который будет на нее смотреть влюбленными глазами и будет ее кормить чебуреками. А много ли нужно для женского счастья? Понимаете? Лена продает мечту. И за это получает, ну, небольшое вознаграждение. 100 рублей, 200 рублей. Тоже, как говорится, деньги. Все зависит от того, где их тратить, эти деньги. В Грузии Лена шоковала. В Турции Лена шоковала. Естественно, видя все это, Селим понимает, что рядом с ним женщина-миллионер. Эта мечта может разрушиться, когда Селим приедет в Америку. Потому что в американском контексте Лена все-таки ведет себя поскромнее. Нет того размаха. Нет завтрака в ресторане с белыми скатертями. Нет обеда в ресторане. Нет ужина в ресторане. То есть три раза в день Лена по ресторанам не шлындает. Поэтому у Селима может испортиться картинка, если он когда-нибудь все-таки доедет до этой Америки и поймет, что оказывается все не так, как на курорте. Ну, до этого нужно еще дожить. Нам говорят примерно полтора-два года. Ну, а сейчас людей прежде всего интересует то, что же Лена нам теперь будет показывать следующие полтора-два года. То есть вроде как Лена уехала. По официальной версии вроде как свадьбы не будет. Вроде как они даже и расстались, а может и не расстались. А может быть у них будут продолжаться отношения. Но о браке речи быть не может. В общем, Лене нужно будет тянуть эту резину, рассказывать нам какие-то сказки. Наверняка снова начнутся качели. Типа того «люблю-не люблю». «Сегодня позвонил», «вчера не позвонил». «Сегодня не люблю», «завтра уже люблю». В общем, начнется опять эта тягомотина. Ну, Лена по-прежнему будет продолжать в Турцию, по-прежнему будет фотографироваться, по-прежнему будет собирать фотографии в архив. У Селима, как я уже говорил на видео, кислое выражение лица. Селиму трудно дались эти две недели, несмотря на то, что были банкеты, был фуршет, был бассейн. Кстати, Лена показала, как Селим ест огромный гамбургер с горой картошки фри, с кока-колой. То есть, видимо, Селим полным ходом уже готовится к переезду в Америку, привыкает к типичной американской еде, хотя, конечно, провозглашает лозунги о том, что турецкая еда все-таки самая вкусная. В этом смысле он патриот. Но как ни посмотришь на Селима, обедающего или ужинающего в ресторане, то он, в принципе, ручку не отводит и от гамбургеров, и от чизбургеров, и горами ест картошку фри, запивая все это кока-колой. Ну и, соответственно, результат налицо. Ниф-ниф-наф-наф, двое из ларца предстают пред нами, что Лена становится все больше и больше каждый раз. Но, вы знаете, Селим от нее тоже не отстает. Тоже Селима раздула, лицо вздутое, пузо висит. Мне тут говорят, что я к Селиму придираюсь, и что он прекрасно выглядит. Нет. Для 30-летнего парня Селим себя запустил. Да, у него сидячий образ жизни. Он все время сидит в такси. Но для 30-летнего парня он себя запустил. Он отъелся. Он выглядит опухшим, одутловатым. Хотя, вы знаете, это, наверное, еще связано с тем, что он расслабился. Он понял, что он нашел свою женщину. Он понял, что он женился. Бывает такое. Есть такое во многих парах. Знаете, до свадьбы, до женитьбы люди за собой следят. Люди приводят себя в порядок. Худеют. Сидят на диетах. Ходят в спортзал. А когда находят пару, успокаиваются. И у мужчин отрастает живот. У женщин отрастает там тоже что-то. И они вот вместе ходят такие вот уже расслабленные. На расслабоне. Возможно, этот фактор тоже имеет значение. Но Селим не в лучшей форме. Я вам так скажу. Но Лене это нравится. Лене нравятся эти ножки. Лене нравится эта пузика, которую она любит нацеловывать. Лене все в Селиме нравится. Поэтому, как говорится, совет да любовь. А то, что Лена нам будет показывать следующие полтора-два года, мы с вами увидим. Мы все будем следить за развитием событий в этом. Американско, турецко, российско. Хотел еще добавить. Кубинском сериале. Посмотрим, как будут развиваться события. Если у вас есть на этот счет предположения, пожалуйста, делитесь. Подписывайтесь, пишите. Ну, а следующее видео от Лены, наверное, будет уже из США. Надеюсь, что у вас все хорошо. Берегите себя. Будьте здоровы. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok